Говорит Черкесск Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. В ОСДЖГУТЕ прошел митинг-концерт в поддержку президента России и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. В Карачаево-Черкесии появился новый вид мошенничества с использованием QR-кода. На курорте Архыск Карачаева-Черкесии 30-31 июля состоится международный фестиваль кавказской кухни «Кунак-2022». В ОСДЖГУТЕ прошел митинг-концерт в поддержку президента России и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. С инициативой проведения митинга выступили ветеранские организации из Джагутинского района и общественники. Выступающие на митинге говорили о необходимости консолидации в сложное для страны время, о поддержке военных и курса главнокомандующего страны. В свою очередь, ведущие артисты и творческие коллективы Карачаева-Черкесии исполнили патриотические песни. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, продолжается сбор гуманитарной помощи военнослужащим Донбасса и мирным жителям. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» создан портал победа.онф.ру, с помощью которого жители республики могут перечислить денежные средства, либо ознакомиться со списком необходимых вещей и принести их в региональное отделение Народного фронта. Через Народный фронт в Карачаево-Черкесии уже собрано и отправлено помощь на сумму более 150 тысяч рублей. Добавим также, что с начала проведения спецоперации по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова при участии регионального отделения партии «Единая Россия» Карачаева-Черкесия отправила порядка 200 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий, беженцам, находящимся в пунктах временного размещения в регионах России и военнослужащим. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Донбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить туристический поток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития Донбая предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, общая протяженность 17,4 километров, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день, в пик сезона мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов ведутся работы по капитальному ремонту двух дамб на реке. Шкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более миллиарда рублей. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Шкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны. Существующие откосы дам сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Новый электрокардиографический аппарат ЭК-12Т-01РД получили и ввели в эксплуатацию в Зеленчукской центральной районной больнице. Оборудование предназначено для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца у взрослых и детей. С апреля текущего года с его помощью выполнено 2461 исследование взрослым пациентам и 335 детям. Оборудование получено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижение ключевых показателей национального проекта здравоохранения. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК-проект «Ислам Крымшамхалов». Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами, и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения, и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. Заместитель прокурора Карачаева Черкесии Артур Махов 28 июля проведет личный прием граждан в Прикубанском районе. Мероприятие состоится 28 июля с 11 часов в прокуратуре Прикубанского района, расположенной по адресу. Поселок Кавказский, улица Ленина, 4. Жителям рекомендовано при обращении подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Дополнительная информация и предварительная запись на прием осуществляется по номеру В Карачаево-Черкесии появился новый вид мошенничества с использованием QR-кода. В отдел полиции Малокарачаевского района обратилась 43-летняя жительница села Терезе. Она рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила женщина и предложила удаленную работу, после чего они продолжили общение через приложение видеосвязи для демонстрации рабочего экрана телефона заявительницы. Далее, действуя указанием лжесотрудника женщина, через приложение банка открыла овердрафт-счет на сумму 30 тысяч рублей и перевела на указанный абонентский номер 8888 рублей. Через некоторое время потерпевший позвонил мужчина, который представился ведущим аналитиком и потребовал строго следовать его инструкциям. Женщина, следуя его указаниям, оформила в разных банках еще три кредита. Мошенник скопировал QR-код потерпевшей, который отобразился на экране устройства через видеосвязь. Снял наличными в банкомате все денежные средства. В общей сумме она перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Популяризация здорового и активного образа жизни в числе приоритетов партии «Единая Россия», ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей. По этой причине очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения, а также развивать спортивную инфраструктуру. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в ауле Сары-Тюс идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. О необходимости строительства объекта в ауле рассказал председатель Совета старейшин Абдурахман Даюнов. Оздоровительный центр, комплекс был нужен давно. Дети особенно, вот когда обучаются тут, все хотели, поехали в соседний аул, чтобы заниматься спортом. У нас не было такого строительства, такого комплекса. Десять студентов Северокавказской государственной академии совершили пеший переход Архыз-Красная поляна Сухуми. Путешественников встретили студенты Абхазского государственного университета. Перед переходом студенты СКГА несколько месяцев проходили подготовку в секции горный туризм и альпинизм. Пятидневный переход состоялся в рамках сотрудничества между вузами. Архыз в Карачаево-Черкесии станет площадкой для Большого кулинарного фестиваля КУНАК. 30 и 31 июля Северокавказская ассоциация кулинаров соберет на курорте 50 именитых поваров из 21 региона Кавказа и Закавказья. Об этом рассказывает предсекретарь акционерного общества Кавказ.РФ Татьяна Поздеева. В эти выходные курорт Архыз соберет лучших шеф-поваров Кавказа и Закавказья на Большой фестиваль. По приглашению Ассоциации северокавказских кулинаров на Архыз приедет 50 именитых поваров со всей страны. Главным событием фестиваля станет чемпионат из КФО «Большие огненные игры». Он станет частью всероссийских состязаний по приготовлению блюд из предложенного набора продуктов. Кроме того, будем готовить национальные блюда, дегустировать их, учиться их готовить на мастер-классах. Заложим капсулу времени с аутентичными рецептами для потомков. Также в программе концерты, салюты, все, что создает атмосферу настоящего праздника. Все главные события пройдут на центральной площади поселка Романтик. Ждем всех 30 и 31 июля. С 5 по 7 августа в поселке Архыз впервые состоится фестиваль музыки и науки «Другой звук» Альтерсона. Мероприятие будет проходить на четырех площадках концерта классической музыки под открытым небом, шесть научно-музыкальных походов в горы, ежедневные музыкальные представления и археологические экскурсии в древнейшие христианские храмы Северного Кавказа и на руины Древнеоландского городища. Всего более 30 различных мероприятий. Участниками фестиваля Альтерсона будут 20 молодых музыкантов из Москвы, а солисты – лауреаты международных конкурсов. Для юных музыкантов в Карачаево-Черкесии будут проведены мастер-классы по скрипке и кларнету от ведущих солистов. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии. Организатором Альтерсона выступает фонд «Будущее время». В ауле Кубина состоялись седьмые игры народа Абаза. В них приняли участие 315 спортсменов и более 3000 болельщиков. Помимо команд абазинских аулов, на седьмые игры народа Абаза приехали команды Абхазии и Ставропольского края, которые представляли Абазины Кисловодска. Абазинская Олимпиада, как неофициально называют эти массовые соревнования, завершилась общекомандной победой команды Аула Кубина, впервые добившейся такого успеха. Мероприятие организовано Международным объединением Алашара при поддержке Министерства Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, правительства республики, мэрии города Черкеска и администрации Абазинского муниципального района. С 12 по 15 августа в Москве на базе Центра художественной гимнастики Ильны Винер-Усмановой пройдет Всероссийская спартакеада среди сильнейших спортсменов по тэквондо 2022 года. Карачаева-Черкесию на Всероссийской спартакеаде среди сильнейших спортсменов 2022 года представят три человека. Это воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Аслана Махова, Маргарита Алиева в весовой категории 49 килограммов, Агержаноков Амаль в весовой категории 68 килограммов и Александр Есипов в категории до 58 килограммов. Тренируют спортсменов Рашид Ахмедов, Мурат Хачуков и Тимур Кемрюгов. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха до 26 градусов тепла. В горах местами плюс 13,18. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Это все новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева.